Здравствуйте! Вы как-то у меня спрашивали, чтобы я рассказала какие-то, или просите даже меня, просили об этом, чтобы я рассказала какие-то истории из своей жизни. Ну, историй у меня очень много, а я вам скажу такие вот две небольшие истории. Одна была очень жуткая, а другая такая веселая, хорошая. Начинает обычно с историй каких? Жутких, да? Да. Это было в прошлом году, в прошлом, прошлое лето, да? Как всегда, я сидела там, как пошелась в интернете, что-то читала, что-то смотрела. Уже было заполночь, где-то, наверное, часика два ночи. Устала я, уже глаза начали болеть, я потихонечку все это повыключала, зашла в комнату, тихонечко вегла и так это уже хотела спать. Такое вдруг непонятно что и непонятно откуда. Ощущение очень неприятное и довольно страшное. Что я слышу и что я вижу, почему я вижу? Потому что, видите, у меня окна, там же фонари, там же свет где-то у кого-то горит. И немножко проходит, то есть немножко светло в комнате, то есть видно что-то. Что я слышу, как бы вот такое вот ощущение. Что-то темное, неимоверно громадное, как бы пролетело. Буквально через секунду с противоположной стороны опять-то, опять надо мной это пролетело. Опять какое-то непонятное такое, как бы, ну вот я передала этот такой звук. Мне казалось, что, я не знаю, что мне казалось, на меня напал такой страх, что я себе это состояние не могла объяснить. Мне стало очень и очень страшно. В общем, тут сразу вспомнились какие-то жуткейшие истории, в общем, что и откуда. Я знаю, что я одна в комнате, я знаю, что никого нет. И вдруг вот этот жуткий такой звук непонятный и вот этот размах каких-то неимоверно больших крыльев. Конечно, вы, наверное, догадались, что это было, да? Я в ту минуту не догадалась, что это. Я включила свет, включаю свет, вскочила, включила свет. Никого нет, ничего нет. Иду, бужу своего мужа, ну, конечно, он проснулся нехотя, зашел в комнату, смотрит, никого, ничего нет. Ну, что ты выдумываешь, какие-то твои странные эти, вот, ты, наверное, в общем, ну, начал мне такие не очень приятные слова, и ушел. То есть я все это придумала, я все это выдумала. Ладно, я думаю, да, действительно, что-то не то у меня с головой, наверное, поехала бабушка и в ту сторону. Я выключаю свет, легла, и где-то буквально прошло, я не знаю, сколько это минут, то есть я еще не уснула. Опять то же самое. Шух! И вот это вот надо мной, туда-сюда. В общем, включаю я свет, опять зову своего супруга, он опять мне не верит, что это все я придумала. И мы начинаем смотреть в каждый уголок. Вы, наверное, догадались, вы поняли, что это было. Это залетела летучая мышь. Это малюсенькая летучая мышь. Она в полете, оказывается, это, конечно, чудовище. Состояние вот такое жуткийшее, страх жуткийший. Это, не знаю, что это значит. Наверное, это что-то плохо, потому что вскоре у меня ушел, как я говорю, в вечность, мой друг, моя собака. Может быть, вот это такое плохое предстамина в Вене или как, не знаю, что. В общем, это летучая мышь, вот такая малюсенькая, сидела. Она сидела, как она называется, я уже забыла, вот это где дверь. Подскажи мне, пожалуйста. На наличнике. Малюсенькая-малюсенькая вот эта летучая мышь. Вот эта вот малюсенькая-малюсенькая летучая мышь, это вот страшное чудовище. Конечно, если бы я была смелее, можно было бы это все снять и показать. Ну, она когда маленькая, это не страшно. В общем, конечно, муж ее поймал как-то вот этим полотенцем. Полотенцем и простынем, уже не помню, чем. И, конечно, выпустили ее на волю через балкон. Вот это был такой страшный-страшный, страшный-страшный вечер или страшная-страшная ночь. И если верить вот всяким приметам нехорошим, то я говорю, что действительно в этот год, в это же лето ушла, ушел от меня наша любимая собака, который прожил с нами 19 лет. Ну, а теперь, конечно, вторая история, это очень веселая история, очень добрая, веселая история, которая очень хорошо закончилась. Это, конечно, мои голуби. Когда мы уезжали, и нас не было практически более месяцев, даже не помню, сколько нас не было, в общем, у нас не было долго, у меня на балконе поселились голуби и отложили они два яйца и вылупились голубята. Это была такая радость, это было счастье, они все сказали, ой, Оля, это все-все идет к добру, идет к такому хорошему. Эти голуби были прошлым летом, и было два голубенка, голубятка или голубята, маленькие голубята, в общем, выросли в хорошие голуби. Вот, и сейчас они по-прежнему прилетают, все это семейство. Конечно, я их не кормлю, я выношу все крошки и хлебушки, купила им семечки, покупаю, кормлю их во дворе, там, прилетает там куча-куча голубей. Вот такое приятное, веселое событие. Я тоже делала видео, в общем, он рассказал одну историю очень страшную и одну историю очень-очень приятную. Это рождение, рождение голубят, правильно, или как сказать, ну, наверное, так.